СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Десять лет в Медине. Первые благие деяния. Строительство мечети. После переселения в Медину, первым шагом пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, было строительство мечети. Ее возвели на том самом месте, где опустилась на колени верблюдица посланника Аллаха, милости ему и благословения Всевышнего. Этот участок земли, принадлежащий двум мальчикам-сиротам, купил Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Территорию расчистили, из глиняных кирпичей возвели стены, крышу перекрыли пальмовыми ветвями, пол посыпали песком и мелкими камешками. В мечети сделали три двери, а кыблу ориентировали на запад, то есть на Иерусалим. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сам принимал участие в строительстве, перенося кирпичи и камни вместе со своими сподвижниками. К мечети были пристроены два помещения, предназначенные для жен пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Сауды бинт Зам'а и Айши, да будет доволен имя Аллах. Закрепление призыва к молитве По окончании строительства мечети возникла необходимость найти способ призывать мусульман к намазу. В этой связи посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, созвал сподвижников на совет. Звучали предложения разжигать костры, трубить в трубу, бить в барабаны и даже ударять в колокол, когда наступает время намаза. Умар, да будет доволен им Аллах, предложил применить человеческий голос. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, согласился с этим предложением. Белял, да будет доволен им Аллах, обладал красивым голосом. Пророк, милость ему и благословение Аллаха, обучил его словам Азана и возложил на него обязанность призывать мусульман к молитве. Братание мусульман С первых дней ансары Медины проявили к мухаджирам великое радушие и гостеприимство. В этой связи Аллах в Коране сказал «А те, которые жили в доме Медине и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими». Взаимоуважение и забота, любовь и непоколебимая дружба постепенно переросли в братство мусульман. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, объявил ансаров и меканцев, поселившихся в их домах, братьями. Действенное соглашение побратимства состоялось в доме Анаса бин Малика. К братанию были приведены 90 человек, половину из которых составляли ансары, другую половину – мухаджиры. Вначале побратимы могли наследовать имущество друг друга. Такое положение сохранялось какое-то время, пока не было отменено. Между тем узы братства остались. Исламское общество Сближение мусульман в Медине, их дружба между собой, привели к началу создания нового общества с независимой религией. Однако, наряду с мусульманами, в Медине жили и две другие группы – многобожники, которые продолжали придерживаться древних верований и лживых религий, а также иудеи, которые имели свою религию и свои интересы. Иудеи Благословит его Аллах и приветствует Было заключено соглашение, регулирующее отношения между мусульманами. Кроме того, были заключены правовые соглашения, регулирующие отношения между мусульманами и многобожниками, мусульманами и иудеями. Однако, через короткое время количество многобожников в Медине уменьшилось. Многие из них вместе с влиятельными предводителями приняли ислам. Поэтому от них не исходила какой-либо угрозы для мусульман. Соглашение с иудеями В Медине проживали три племени иудеев – Бани-Надир, Бани-Кайнука и Бани-Курайза. В доисламскую эпоху эти племена прибыли на Аравийский полуостров в качестве беженцев, в целях поиска места появления пророка из их числа. В их древних писаниях говорилось, что последний пророк появится в местности, где произрастает множество фиников. Поэтому ими был выбран город Ясреб, впоследствии переименованный в Медин. Однако, увидев переселение посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, в Медину, и то, что пророк явился не из их числа, иудеи отказались уверовать в него и вышли против мусульман. Основное место жительства иудеев было на юге Медины, на густорастущей финиками территории. Пункты соглашения с иудеями В случае внешнего нападения на Медину, каждый из них должен защищать город и оказывать помощь другому. Иудеям запрещается оказывать покровительство и помощь мекканским язычникам. После заключения этого и других договоров, Медина превратилась в центр мира и согласия. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и мусульмане продолжали активный призыв людей к исламу. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, часто посещал собрания жителей. Он обучал тех, кто уверовал, основам ислама, благочестью, читал аяты Священного Курана. Субтитры создавал DimaTorzok